Приветствую, друзья. Микрофон поближе, чтобы хорошо было слышно, потому что это специальный ролик. Ключ к переживанию о неизвестном будущем. Очень интересно. Ко мне сейчас обратился друг и говорит, самолёту боюсь лететь. Я специально записываю для всех, кто боится лететь и вообще, кто переживает о неизвестном будущем. Будь то экзамены, будь то встреча важная, от которой всё у вас зависит. Мало ли чего-то в жизни бывает. Лампу на себя, на свечу. Вот так. Чтобы было обаятельней всё. Потому что вы, когда будете лететь в самолёте после этого ролика, или когда вы будете на экзамене, или когда вы будете в какой-то очень важной ситуации, которая вас ждёт, и вы переживаете, переживаете, переживаете. Может быть, вы хотите с ребёнком поговорить, наладить отношения. А может быть, с мамой или с папой, а может быть, с другом. Может, вы хотите серьёзные очень переговоры произвести, чтобы получить хороший результат. Помните, Кассиус Клей, Мухаммед Али, как он полный энергии на ринге, вот так, вот так, свободный такой, как он летал, как плавал на ринге, да? Такое состояние кайфовое. Полноты энергии, полноты сил, полноты здоровья в этот момент. Мухаммед Али, помните? Вот это состояние. Как получить вот это состояние внутренней энергии, игривости? Потому что игривость – это полнота энергии. Да, и вот готовитесь к самолёту, переживаете. Ну, падают самолёты, может что-то там случится, воздуха не хватит. Может, у вас там какое-то обострение произойдёт за счёт смены там какого-то давления. И вы переживаете, переживаете. Ну, не только самолёт, как я сказал, это может быть любая ситуация. Ключ к переживанию, к неизвестному будущему. И вот я этот ролик сейчас записываю, потому что вы его запомните на всю жизнь. Это я вам говорю, 100%, как говорят маркетологи, 100% запомните, потому что это даст гарантию надёжности, что это работает. Потому что это проверено у меня на сотнях, понимаете. Муж просил за жену, которая боялась лететь в самолёте, и жена просила за брата его, или кто-то там за кого-то. Они все ко мне выходили, приходили, в центр ко мне на Таганку приезжали, где я работал 25 лет. Много людей там у меня прошло, когда они переживали по неизвестному будущему. И сейчас такая ситуация. Что будет завтра, что будет потом. Ну, кто переживает о чём-либо вообще, что ему предстоит. И вот я это записываю, будьте немножко внимательнее. Мне это рассказала одна дама. Я это где-то в каком-то ролике говорил, и этот эпизод у меня будет в новой книге, которая скоро выйдет в январе, в первых числах, в издательстве АСТ. И там этот эпизод есть, но он там маленький такой. Поэтому, когда книгу читаешь, ты не всегда понимаешь сразу, насколько это важно. Ну, поэтому я вот решил, поскольку моему другу сейчас отправлю тоже этот ролик, пусть он посмотрит. Этого ролика достаточно вполне, мне, потому что там всё ясно и понятно, потому что я тот парень, который очень просто рассказывает об очень сложных вещах. Итак, вы переживаете к неизвестному будущему. Что она мне рассказала? Она говорит, я переживала перед полётом в Америку, 10 часов лететь. 10 часов лететь, а она боится самолётов. Причём как раз, как говорится, недавно, ну, там упал самолёт. Ну, короче говоря, а ей надо лететь, и вот она в тупике находится. И в этом состоянии она находится в аэропорту. В аэропорту. И там где-то там через 40 минут лететь нужно. Ну, и она переживает, и вдруг видит перед собой, стоят два еврея вот с этими пейсами, и они читают Тору, и вот так покачивают головой. Ну, вы знаете, как они читают Тору. И почему они покачивают головой, вы понимаете. Вы же уже участники школы «Человек будущего», «Хомофутурус». Повторяемые движения снимают напряжение. И поэтому это им помогает внимательнее читать, о чём они читают. И она смотрела на них, засмотрелась на них, и она минут 15, ну, дама чувствительная, сопереживательная, сенситивная, как говорится, и она смотрела, и внутри себя воспроизводила, вот это как они читают Тору, качая головой. Ну, естественно, одновременно там самолёт, и ей скоро садится. Стало быть, соединилось её переживание вот с этим ощущением вот этого колебания. Переживание о неизвестном будущем соединилось вот с этими колебательными движениями у неё. И она пролетела эти 10 с лишним часов. Она мне потом рассказывала, слушай, это такая ситуация, я, говорит, была в раю. Я, говорит, просто сначала не поняла, почему мне так хорошо и комфортно, и уютно сидеть в кресле в самолётах. Я, говорит, так летела в этом райском состоянии, в блаженном состоянии, как дурочка. В таком кайфе, говорит, пролетела, но никогда у меня такого в жизни не было. Вот представляете себе? Если вас ждёт какая-то ситуация, вам нужно просто переживать это ключ к неизвестному будущему, любому, повторю, что я сговорю о чаре. Это могут быть самолёт, это могут быть ваши выступления, это могут быть серьёзные переговоры, любое будущее, любой экзамен жизненный для вас, самый такой серьёзный, самый такой катастрофический, который может грозить вам самими большими неприятностями, как хороший удар в челюсть у Кассиуса Клея. А он был в таком состоянии, лёгком, он там танцевал на ринге. Ну, вы же знаете Кассиус Клея. Смотрели, например. Так вот, она пролетела как в раю, она была полна энергии, ей было в кайф, как она говорит. Она мне когда это рассказывала, она невольно улыбалась, я вам когда это рассказываю, вспоминаю, как она мне рассказывала, тоже невольно улыбаюсь. Это гарантия, это 100%, поэтому, если у вас завтра самолёт, возьмите, делайте это на фоне колебаний или волна и переживайте, и переживайте, и переживайте, и переживайте, и переживайте, и переживайте. Думайте, о чём думается и колебайтесь. Или, может быть, вы делаете это на фоне шалтай-болтай, или, может быть, на фоне головой качаете, как вам удобно, подберите по зелёной зоне, то есть по критерию максимальной комфортности, как вам легче, куда легче качаться. И переживайте, о чём переживается, я вам гарантирую ещё раз, как говорят маркетологи, повторюсь, сто процентов, гарантия надёжности. И полетите. А потом мне напишите, это будет очень интересно собирать от вас, это будет моё волшебное зеркало, когда вы мне будете писать комплименты, друзья. Да-да-да. Хорошая у нас школа, потрясающая. Ну, где вы ещё такую найдёте? Школа Человек Будущего, Homo Futurus. Ключ к неизвестному будущему. До встречи, друзья. До встречи. Я за вас рад.